Ирина, давайте посмотрим. У Ирины тут целая подборка, да, порядка четырёх фотографий. Вот этот чудесный пример. И этот пример чудесный, но самый, пожалуй, да, самый... Вот на этих двух я бы поставила самый большой акцент. Безусловно, и более чистые оттенки имеют право быть, да, но нам есть необходимость всё-таки эту светлоту нам добавить, может быть, через макияж. Может быть, тот самый вариант, когда... Сейчас я вернусь к тому оттенку, ну вот примерно вот здесь, да. То есть практически... Ирина, если вы присутствуете, напишите, да, действительно ли оттенок абсолютно чистый, да, или есть какое-то искажение освещения, да, то есть немножко, да, немножко смягчённый. То есть здесь нам, конечно, вот это направление светлоты важно соблюдать. И вы увидите, насколько присутствие вот этой ключевой характеристики вернёт нам сияние, да, сияние лица. Что ещё здесь можно добавить, чтобы даже сохранить вот этот предмет одежды, да? Можно посмотреть, какой оттенок, а в данном случае сестра сезон предыдущего колорита, да, да, можно посмотреть, какой оттенок даст возможность поддержать эту светлоту, которой вот здесь не хватает, да. То есть посмотрите, может быть, дать её через серёжки, через там головной убор, да, через небольшую деталь украшений. То есть посмотрите, как можно эту светлоту немножко добавить. Ирина, если здесь присутствуете, напишите. Девчонки, поставьте плюсик, понятно, о чём я говорю, да? То есть вот здесь я бы ничего не трогала, да, и даже более, так сказать, помада более такая приглушённая и более глубокая, да, нет проблем, потому что очень много ключевого оттенка. И вот это сияние поддерживается светлотой, да, светлотой и холодом вот этого оттенка. Точно так же, как и в первом случае, вот этот прозрачный розовый, он достаточно даёт лицу, и мы можем любую помаду использовать. А здесь вот как раз мы можем подумать, а как мы можем сделать, может быть, это что-то более сияющее, прозрачное, может быть, слегка перламут. То есть поискать эту светлоту и дать её портретной зоне. А так все оттенки, естественно, хороши, прекрасны, но если есть ключевая гамма в портретной зоне, конечно, мы получаем наибольшее, так сказать, раскрытие индивидуальности цвета. Здесь прекрасно. Я бы вот на этом кадре, на этой фотографии сделала бы такой стоп-кадр. Так, продолжаем, продолжаем разговор.